Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 6 октября и вот этот маленький-маленький видеоролик я хочу снять, конечно, больше всего для моих друзей в Одноклассниках, для тех, кто заходит на страницу, ну и вообще для всех подписчиков даже на канале YouTube, потому что на Одноклассники люди заходят и каталог посмотреть, и фото каталог, и описание томатов, здесь все. Для тех, кто до сих пор спрашивает, вот одна зрительница написала, что какая моя страница в Одноклассниках, фотография там другая, да, у меня на YouTube одна фотография, а в Одноклассниках другая. Здесь фотография в Одноклассниках, я говорила много раз, там где у меня лук, связки на мне лука и венок из чеснока. Вот это моя настоящая страница, потому что есть еще одна страница, где я с короткой стрижкой, старая-старая страница в белой меховой накидке, она сейчас не действующая, но я ее удалить не могу, никогда до нее доходить. Для чего снимаю этот видеоролик? Так, хочу извиниться сразу перед всеми, кто писал мне весной, летом какие-то сообщения, я всегда всем говорю, что летом у меня горячая пора, я сижу в огороде, я в Одноклассники вообще не захожу. И поэтому кто-то спрашивал совета, кто-то еще чего-то, у меня отвечать нет возможности, это не из-за того, что я вот как-то к вам отношусь так неуважительно. Вот смотрите, я вчера и сегодня два дня сижу в Одноклассниках полностью с утра до вечера, из 560 непрочитанных письм у меня дошло всего до 241 непрочитанный чат. Еще 241 послание мне нужно прочитать, а это не так просто, потому что там же все перемешано, если бы были только, например, по делу, по каталогам, по заказам. Интересно, что встречаются и вот такие вот, сегодня я смеялась, сейчас вам расскажу, развеселю вас. Надежда Зубарева пишет, 14 июня, как раз в самый разгар, очень хочу к вам в друзья. Но ясно, что я не ответила, я не захожу в это время, и уже через два дня, 16 июня, она пишет, ну и дура. Что вот делать с такими друзьями-хамелеонами, которые два дня назад хотели быть моими друзьями, а через два дня уже меня дурой обзывают. А ведь все эти сообщения мне тоже приходится читать, открывать. И смотрите, почему не люблю я, ну как, нежелательно, чтобы на Одноклассниках принимать заказы, чтобы прочитать сообщения. Вот сейчас смотрите, мне приходится поднимать вот эти вот самые-самые нижние слои, вот что накопилось у меня за лето. Для того, чтобы раскопать сообщения вот такое, как от Надежды Зубаревой, что я дура летняя, мне надо все 500 сообщений, которые пришли после нее, все прокручивать. И ясно, что летние сообщения, они больше всего, там фотографии различных каких-то заболеваний томатов, каких-то плохих листьев на перцах. Так вот, крутим-крутим, сейчас найдем. Там целые залежи, еще 250 почти сообщений непрочитанных. И вы, вот я хочу специально показать, как это долго, как это нудно, как это все сложно ответить на сообщения. Если вам не пришел от меня ответ, вы не обижайтесь. Это не из-за того, что я просто так небрежно отношусь к вам. Там как бы вы прислали, а я даже внимания не обращаю. Но у меня реально физически просто нет времени. И кто настоящий огородник, тот понимает, что летом мы все это время проводим. Вот еще не дошла даже я. Проводим в огороде. И, конечно, печатать некогда. Придешь вечером, ни рук, ни ног не чувствуешь. Как раз самое время посидеть бы за компьютером и попереписываться. У меня, правда, нет на это время. И я вот уже с учетом на будущий год всем вам говорю, июнь, июль, август и сентябрь лучше ничего не пишите. А вообще очень сложно общаться на одноклассниках, потому что тут очень много различных, ну, рассылки, картинки, поздравительные всякие, как они называются, гифы. Поздравительные вот эти открыточки к праздникам, как какой-нибудь праздник или Новый год или 8 марта. Потом на страницу зайти невозможно. Все это перегружено вот этими картинками. И такие текстовые сообщения откопать очень сложно. Сейчас откопаем все равно. Потому что картинки, 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 поздравления, поздравления. Иногда после 8 марта мне приходится сидеть два дня, чтобы открыть, открыть эти, ну, как, ну, эти поздравительные открытки, чтобы они немножко отодвинулись. Вот, вот дошла я до летних опять. Так. Вот видите, присылали люди, вот Ольга Скопина присылала, какие-то проблемы были, показывала, что впервые встретилась с такой проблемой. Мне дали семена, короче, ну, что-то плохо. Я не отвечала на все эти, не потому что мне это не важно, а потому что у меня не было возможности. И вот опять такие же, смотрите, еще с мая начал. Когда можно делать заказ? Когда можно делать заказ? Как можно делать заказ? Люди почему-то не хотят, зайдя на страницу, посмотреть, хотя вся информация у меня на странице есть. Еще раз повторю, на странице, в одноклассниках, на моей, в отделе заметки есть. Условия каталога, как сделать заказ, когда сделать заказ, каталоги. Есть печатные описания, в разделе фото есть фотокаталоги. Все, 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 кто интересуется семенами, заказами, все есть на странице. Еще раз повторяю, что сейчас прием заявок уже закончен, не нужно высылать вопросы, как можно сделать заказ, когда будем делать заказ. Все это посмотрите, зайдите на страницу. Вот видите, все летние, 29 мая еще не открыто, потому что было некогда. И сейчас я отвечать уже не буду, потому что у меня эти вопросы все не актуальны. И получается, что вы можете воспринять это как открыла и бросила, открыла и бросила, даже не обратила на вас внимания. Но когда у меня спрашиваю, вот высадила перец, он пожелтел, это было весной. Сейчас мне нет смысла на это отвечать, вопросы не актуальны. Сразу извиняюсь перед всеми. Все сейчас вот, сейчас у меня 10-9 вечера до 12 часов ночи. Я надеюсь, что открою все летние сообщения, но ответов на них не будет, потому что они уже никому не нужны. И еще раз прошу вас, летом, пожалуйста, не пишите мне, потому что я сижу в огороде, за компьютером летом не сижу. И чтобы это не воспринималось как неуважительное отношение. И еще сейчас все, кто делает заявки на семена, добавляю в друзья. Ну как не добавляю, а пишу запрос, чтобы вы добавили. Потому что я сама не могу добавить в друзья. И получается, как ну и дура, да. Мне приходят запросы, а я не могу. На одноклассниках ограниченное количество друзей, там лимит, который у меня уже давно, я его исчерпала. Никому не могу принять. Если вам придет запрос от меня, друзья, это просто значит, я хочу, чтобы вы могли получать мои рассылки, мои какие-то сообщения. Сейчас зимой будут статьи о томатах, все. Не удивляйтесь, если мы даже с вами ни в каких отношениях не состоим и не переписывались ни разу. Если вы мне что-то писали, какие-то вопросы, интересуетесь томатами, я всех сейчас буду добавлять в друзья. Вот таким образом, наоборот, делать запрос, чтобы вы меня добавили в друзья. Все, до свидания. Видео короткое, видео все по делу. Потому что нужно как-то решить вопрос вот с этими, с неотвеченными письмами, чтобы не было никаких обид, чтобы не было, не создавалось у вас впечатление, что вы пишете никуда в космос. Еще раз повторяю, летом ни на чьи сообщения, ни на какие письма не отвечаю. Я бы дала всем совет, может быть, что-то посоветовала, посмотрела, но у меня физически нет времени. У меня же у самой огород. У меня такое хозяйство, которое, может быть, некоторым даже и не снилось. Вот я имею в виду огород, численность населения, что мне некогда сидеть, печатать. Все, до свидания. Будем готовиться к Новому году. Сейчас ездила сегодня в семенной магазин, набрала уже опять новинок. Будем зимой изучать новые сорта томатов. И снова будем с весны бороться за урожай. Желаю всем успеха!